Мешает реклама? Жми на крестик в верхнем правом углу. Продолжение вчерашнего разговора по поводу мероприятий. Расскажу вам историю про одного человека, достаточно опытного сетевика, результаты которого я точно знаю. Вот доподлинно известно мне, как он работает и какие у него результаты. Он занимается бизнесом, который помогает людям уменьшить... Короче, он продает продукты, связанные с использованием топливных материалов. Экономия топлива, уменьшение вредных выбросов атмосферы от автомобилей, увеличение мощности двигателя, защита двигателя от некачественного топлива. Вот основные характеристики продукта, того, что делает его продукт. 5-6 месяц он занимается этим бизнесом. Опытный человек, достаточно, и у него результаты такие. За вот эти 5 с небольшим месяцев в его группе 3400 дистрибьюторов. Он сумел разбить такую организацию. В первый месяц у него включился бизнес, благодаря его усилиям и усилиям команды. И вот 200 человек, потом 400. В среднем, вот я знаю его результаты, что в среднем в месяц у него в бизнес включается около 670-650 человек новых партнеров в месяц. Сейчас. Ну, ощущается, видимо, рост все-таки, надо понять. Значит, 200, первый месяц 400, второй, а сейчас вот где-то 670. Примерно 20-25 человек в день в среднем за вот неполные полгода. За это время у него стабильно растет чек от товарооборота, который стабильно также растет. Растет количество дистрибьюторов, растет количество аварооборота, растет чек. В среднем он зарабатывает около 8000 долларов в месяц сейчас на пятом месяце бизнеса. Полторы тысячи, три тысячи, четыре тысячи, пять тысяч, шесть тысяч, семь, восемь. Вот так у него растет чек. Это мне известно 100%. Вот. И что, за счет чего? Это вполне приличный результат. Вполне приличный результат. За счет чего? Один из важнейших моментов – это вот правильная организация мероприятий. Может быть, не совсем стопроцентно эффективная, но все-таки работающая модель в бизнесе. Что он делает? Он проводит короткие презентации. В интернете и вживую. Вот я вам расскажу о мероприятиях, которые он проводит вживую, то есть на земле, оффлайн. Схема – модель такая. Модель такая. Может, кому-то пригодится. Неважно, какой бизнес вы ведете, можно применить эту модель. Я совершенно спокойно об этом рассказываю, потому что знаю, что каждый человек применяет тот прием, тот метод, ту методику, те способы ведения бизнеса и проведения мероприятий, к которым он привык. И проблема многих состоит в том, что они, несмотря на то, что не удовлетворены собственными результатами, зарабатывают мало денег, не имеют достаточного роста, эти люди совершают одну очень большую ошибку. Они, видя, что кто-то делает более эффективно, все равно придерживаются своего метода. Они ревностно относятся к своему любимому, пусть не работающему методу, но он их. Они к нему привыкли и плевать хотели они на то, что кто-то там привыкает. Им ближе не эффективность и результат, а им роднее то, к чему они привыкли. То, чем они привыкли пользоваться, к чему они приросли. Это, конечно, феномен удивительный, но это именно так. И поэтому, рассказывая о том, как работает этот человек, не буду называть его имени, я скажу, что я-то точно в сто процентов, в тысяча процентов повторяю то, что он делает. Вот тысяча процентов одинаково, совершенно, в сто процентов идентично с ним использует точно такие же идентичные методы работы. Как он работает, этот парень? Он проводит мероприятие так. Короткая 30-минутная презентация в небольшом зальчике. 30 минут. Самая простая презентация. Суть. Что это за бизнес, рассказывает он, с чем он связан. Ну, в данном случае, у него это экономия топлива, защита окружающей среды. Какой продукт, что он делает. Очень коротко, без всяких заумных лекций. Почему он актуален и востребован сегодня. Личный результат, личная история, привязка этого продукта к своей личности, к своему личному опыту. Далее. Что это за компания, буквально несколько слов. Почему она обречена на успех. Что надо делать для того, чтобы здесь зарабатывать денег. И сколько можно заработать. Вот основные моменты, которые он освещает. Повторю, что это за бизнес, что это за продукт, личный результат, личное отношение к этому делу, привязка к этому продукту и к бизнесу, его личности. Сколько можно денег заработать. И что конкретно нужно для этого делать. Я знаю, что у него в голове всегда есть, вот его самая главная фишка, и вот этот результат, который он получил, связан напрямую с тем, что он, в отличие от большинства, имеет, научился, я точно знаю, я повторяю это, он научился определять цель мероприятия. В данном случае презентация, которую он проводит, имеет совершенно конкретную цель. Подписать как можно больше людей. Вообще этот бизнес у него так выстраивается. А цель этой презентации – продать бизнес. Бизнес стоит 30 долларов, стартер-кит. Пакет первоначальный для входа в бизнес стоит 30 долларов. Вот его главная цель – продать бизнес. После презентации люди должны немедленно купить этот пакет. Он не рассказывает всякие детали о карьерном плане, не рассказывает все последующие действия, которые должен партнер совершать. Он просто имеет одну конкретную цель. Что сделать, чтобы продать максимальному количеству людей стартер-кит. Вот как он работает. Для того, чтобы люди лучше купили, он еще продает тренинг, на котором рассказываются детали этого бизнеса и объясняется, как выйти на доход, скажем, 1000 долларов в месяц, через месяц. Вот все. Вот такая у него простая и ясная цель. Какой главный прием для того, чтобы люди купили этот стартер-кит? Он рассказывает и показывает истории других людей, которые это уже сделали. Которые купили, так же как гости, присутствующие на мероприятии, стартер-кит. Чего они достигли, показывает он. И случилось это благодаря тому, что они за 30 долларов купили стартер-кит быстро и пришли на специальный тренинг, на котором им все это и рассказали. И после этого у них начался грандиозный успех. Если есть возможность показать людей, которые уже пользуются этим продуктом, имеют свой собственный результат и заработали денег, 100 долларов, 200 долларов, 300, 500, 1000, неважно, кто сколько, то он выводит этих людей и показывает их результат. И продает стартер-кит за 30 долларов. Ребята, кто сейчас купит, через 2 часа прямо здесь начнется специальный тренинг только для тех, кто будет уже с нами в бизнесе. 30 долларов это смешные деньги. И поэтому масса людей немедленно бежит за деньгами, если у них нет, или находит деньги. И тут же компьютеры, регистрация, покупка пакетов. И через 2 часа начинается тренинг. И на тренинге сидит 30, 20, 40 процентов, как минимум, гостей, которые присутствовали на презентации. Очень хороший выход. Вживую гораздо эффективнее, чем онлайн. Все. Больше ничего. В результате этого происходит бурный рост. В течение дня можно провести 2, 3, 4, 5 таких презентаций. И в течение дня можно наполнить большой зал новым партнером. Вот причина, по которой этот человек имеет вполне приличные результаты. Вполне приличные результаты. Правда, он построил вот эту организацию, которую я сказал, онлайн. И только часть людей пришли благодаря тому, что проводил мероприятие вживую. Но у него есть опыт, который можно тиражировать и применительно к мероприятиям на земле. Итак, подведем итог. Эффективное мероприятие, которое проводится в городе для того, чтобы развить бизнес быстро и эффективно, должно отвечать следующим основным требованиям. Первое. Нужно точно понимать, чего ты хочешь добиться. В данном случае, если презентация бизнеса, то она имеет одну конкретную цель. Прямо сейчас, немедленно, не откладывая, подписать как можно больше людей со стартовым пакетом в бизнесе. Для этого им надо продать тренинг, на котором будут рассказаны детали того, как они начнут работать и разбогатеют. Выйдут на уровень дохода, скажем, 1000 долларов в месяц. Тренинг этот состоится через 2 часа. Кто успеет, тот попадет на этот тренинг. Все. Больше ничего. Презентация идет 30 минут. Минут 15, 20, 10. В зависимости от количества участников, партнеров, рассказывается их истории. Цель только одна. Все пронизано одной целью. От первой буквы, от первого звука, который появился, когда спикер открыл в рот, до последней. Цель одна. Продать стартовый пакет и включить как можно больше людей сейчас в бизнесе. За 30 долларов как можно больше людей. Все остальные детали. Как работать, какие продукты, какой объем закупок, какая. Все потом. На тренинге. На тренинге уже сидят люди, которые приняли решение вести бизнес. Вот так вот. Провели одну презентацию. Присутствовало 20 гостей. 9 из них купили стартер киты. Через 2 часа начался тренинг. После тренинга ровно через час начинается следующая презентация. И присутствовавшие только что новенькие партнеры вместе с опытными ветеранами снова приглашают сюда друзей, знакомых. И проходит следующая презентация. Вот так взрывается бизнес и растет со страшной скоростью. Если у вас есть какие-то непонятности, вопросы возникли и вы хотите уточнить какие-то детали, напишите в комментариях и я отвечу. Но смысл вот такой. На самом деле все гораздо проще, чем мы думаем. Главная ошибка, о которой я говорил в предыдущем материале, состоит в том, что слишком много треплют языком, не понимая, к чему надо прийти. А треплют, разговаривают и говорят и выдают массу информации только потому, что нет точного представления, какая цель. Куда я должен прийти? Что я должен делать, чтобы достичь этой цели? А просто рассказывают все, что знают. Красуются на сцене, рассказывают всякие небылицы, убивают энтузиазм новичков огромным обилием информации, забывая о целях, никак не могут выйти из состояния говорения. Говорят и говорят, 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 заткнись, помни свою цель. И делай только то, что ведет тебя к успеху. А к успеху ведет тебя единственное. Твои люди должны быстро расти, они должны быстро начать зарабатывать деньги, помогая людям получить выгоду от использования продуктов и начать на этом зарабатывать деньги. Желаю вам удачи. До свидания.